доброе утро доброе утро друзья ну что на сегодня домашний влог очень много и давно я хотела вам показать и то и сё и рассказать но вот как-то все не получалось так что у нас сегодня домашний влог я уже прибрала квартиру уже сделала хорошее дело на трему или как это называется все прибрала раз в неделю надо обязательно там все перед 3 перед 3 тряхивать вот вам да вот вам очередной раз кузьма но кузя покажись покажись вот какой скажи я актер до актер одного театра но куда-то так вот она сегодня домашний блог хочу вам показать спросить мне надо сегодня обязательно покрасить волосы что-то я знаете совсем разленилась покрасить волосы на дыма это сделаем с вами да и вообще приготовить обед тоже с вами это сделаем и просто возможно поболтаем до так кузьма ну тебя видно или нет вот вот видите он все время обтирается об меня мяукает мяукает разговаривает звезда звездная хотела вам показать это вот это мое недавнее приобретение в максиме была акция так они 299 веточки с карточкой максим и 99 центов но у меня карточки нет максим и я попросила и мне в общем далее я купила сюда надо обязательно будет какие-то веточки потом когда даже не знаю ну вот буквально скоро веточки какие-то деревьев поставить правда будет очень красиво налью воды это у меня вот такой ангелочек купила его в одном из секондов наших а еще мне наташа подарила наташа из орда подарила вот такой даже не знаю как это называется смотрите как замечательно с моей маленькой девочкой куколкой она вроде новогодняя я ее покупала как новогодний декор но сейчас она очень-очень душевно правда здорово здесь у меня спички стоят но вот так смотрите как замечательно да поставила камеру вроде хорошо все видно еще хотела вам друзья показать я вся конференция убила сейчас покажу я закон хэнди купила вот такие две штучки как кармашек не знаю как они называются у меня здесь можно повесить я одну повесила хотела знаете вот так но что у меня вопрос к вам скажите а что вы сюда можно красивого ну как бы чтобы это было как декор красивой что сюда нужно сюда конечно же как карман что-то просится ну вот что я понять не могу вот когда пойму обязательно где-то вот здесь тоже приклеила такой вот как держатель так вот скажите мне пожалуйста что же все-таки можно вот сюда вот как кармашек я думала про цветы искусственные но мне вот напрашивается единственный вариант это искусственные цветы какой-то букетик знаете типа полевых цветов нас очень много больших выбор но возможно у вас какие-то другие есть варианты которые вы можете предложить и они будут осуществимы ну классно смотрите как удивительно да вот лен грубый лен там внутри какая-то прокладка плотная чем супер по 75 центов я купила там еще более точно из такого грубого льна вот в тот раз когда я ходила такие знаете кашпо кашпо под цветочные горшки у меня цветов нет ну вот единственное что хочу вам показать и опять таки спросить катюша подарила мне недавно вот такую розу здесь было много еще отростков маленьких розочек которые завяли я не наливала воды сюда наливала вот в эту я их обрезала то что завяла и у меня вопрос к вам скажите как думаете вы живет этот это роза или нет появится здесь новые росточки может быть мне нужно что-то вот хотя нет наверно нет вот у меня знаете я не помню рассказывала вам наверняка рассказывала что у меня цветы вообще не растут цветы в доме не растут как-то не любят меня не ну почему то вот то что дарит мне катя хотя она и до этого тоже много дарила и в горшочках не знаю почему происходит это вот этот цветок сейчас я вам его тоже покажу катюша подарила мне позапрошлом декабре это знаете такой вот красные и белые большие цветы я вас тогда спрашивала вы мне сказали что ну я в интернете вам смотрела что вот это все опадет листики и будут голые ветки тогда можно защитая либо пересадить либо выбросить так вот знаете мне жалко выбрасывать потому что правда уже второй год вот такие листики про цветов нет скажите мне что с ним делать оставить вот таким листиками или все-таки выбросить или пересадить не знаю в общем ну что будем готовить обед у меня сегодня паста рыбой с грибами красный перец сладкий лук чеснок и паста у меня вот такая сегодня еще сливки вот сливки я кстати купила неделю наверно назвать до 21 до 27 0 3 хорошо потому что до этого я несколько раз покупала сливки все хотела знаете приготовить пасту с рыбой и грибами но почему-то забивала на этой мне портили сливки тут я уже 35 процентов купила такие знаете с долгим сроком хранения вот и нам понадобится обязательно сливки что будем готовить и нам понадобится Вот я сейчас подумала, если ее делать с рыбой, то томатная паста будет невкусной. А у меня, знаете, что есть? Я подумала, может быть, рыбу мне просто засолить и скушать, а сделать пасту, сейчас покажу, а приготовить пасту вот с таким мясом. Это я покупала накутное в Мега. Знаете, для бутерброда. Но, может быть, сделать пасту вот с таким копченым мясом? Кстати, я так и сделаю. Вот видите, как? Всем пятница на неделе. Как я солю рыбу? Все очень просто. Вот у меня есть такая тарелочка. Я в нее насыплю соли средней. Вот так просто насыплю. Сверху я сюда же насыплю перец. Перец у меня вот такой есть. Вот не знаю, как вам показать. Видите, это будет вот так выглядеть. Сюда же я кладу рыбу. Рыбу я мыла. И вот сюда кладу ее. То есть вот эта часть нижняя, она будет пропитываться. И сверху я также засыпаю солью немного и перцем. Если она получится потом очень соленая, то, в принципе, соль и перец можно ножом снять. Так, и перец. Красота? Красота. А паста у нас сегодня с вами будет тогда с копченостями. Тоже будет очень вкусно. Кто скучал по Кузьме? Кузя. Кто скучал по Кузьме? Вот вам, Кузьма. Да, хороший мальчик. Хороший мальчик. Он, знаете, сейчас постоянно рядом со мной. Наверное, животные чувствуют, когда людям не очень хорошо душевно или они приболели. Он постоянно рядышком со мной, постоянно облизывает мне руки. Да? Да. Постоянно. Ну, красавчик. Вот такой, скажу я. Красавчик. Посмотрите на меня. Ну, конечно, мне надо почесаться. Я же звезда Ютуба. Показать, какой я хороший. Хороший мальчик. Вода уже закипела в кастрюльке. Насыпала соль. И сейчас я хочу вот... У меня есть виноградное масло. Я все на нем жарю на виноградном масле. Неважно, какого оно производства. Главное, что виноградное. Наша зажарка жарится. Немножко она обжарится. Я добавлю посолю. И, возможно, ну и, скорее всего, я немножечко насыплю сахаром. Вот так. Сейчас это немного все обжарится. И тогда я уже буду класть грибы. Паста варится. Обжарка жарится. Почти уже готова. И буквально еще, может быть, полминутки. И тогда буду класть грибы. Грибы, на самом деле, получилось их много. Но я подумала, что мне жалко выбрасывать половину. Решила, что использую все грибы. И что я забыла вам, друзья, сказать, что здесь еще нужен будет сыр. Обязательно. А сыр у меня есть. Так что я приготовилась хорошо. Ну что, паста уже приготовилась. Осталось немножечко доготовиться заправки. И тогда уже я сливки налью. Натру сыр. И будет уже практически готово. Пока есть время, я хочу вам показать свои витамины. Небольшая предыстория. Мы очень хорошо и плотно стали общаться с Леной из Германии. Это канал о винтаж у Лены в Германии. Что-то такое. Ссылку на канал я оставлю. И вот мы с ней общаемся. Она помогает мне покупать украшения. У меня новые увлечения. Вы, кто помнит, в курсе. Вот. И мы что-то вот заговорили с ней по поводу витаминов. Я витамины практически никогда не использовала. Единственное, лет 10 назад, может быть, даже, нет, наверное, даже больше. Я тогда работала в фирме по продаже одежды, вот, аксессуаров. И у меня была коллега Лена Тарасова. Она вот в этом с витаминами очень дружила. И она всегда как бы контролировала, чтобы мы все витамины пили. Потом у нас жизнь развела, так сказать. И я витамины никогда не пила. Так вот. Слишком долгое вступление. Вот коробка. Здесь витамины. Ну, это лампочки. Кстати, очень рекомендую всем вам, и мне в том числе, я достаточно долгое время пользуюсь, именно экономичными лампочками. Они непростые, видите, они достаточно дорого для простых лампочек. Это те, которые экономят электричество. В наше время сейчас это тем более очень актуально стало. Так вот сейчас, это очень большой выбор здесь витаминов. Сейчас, как вот мне, опять-таки, по совету Лены, она мне все купила. Так вот, я сейчас пью омега-3. Омега-3. Вот такие. Это уже пустая. И вот это. Сразу 4 витамина в день. Пью их натощах. Все, как Лена мне сказала. И я реально стала себя намного лучше чувствовать. Вот реально. Это немецкие. Они дешевые. Ну, по сравнению с нашими ценами, вот точно такие же вот эти фирмы. У нас в Латвии вот такая коробочка, например, стоит от 15 до 25 евро. Лена все, не знаю точные цены. Она мне, когда я платила, потому что я и для Катюши купила, она мне высылала, и для себя. В Германии вот такая коробочка, например, стоит 2,50, около 3 евро. Ну, и они очень хорошие. Очень хорошие. Так вот. Вот я 4 сейчас варианта пью. Практически закончила уже. Каждый день натощах. И у меня здесь еще 4, нет, 3 варианта, которые я потом буду пить. Это магнезиум. Это коллаген. Витамин и витамин. Я очень счастлива, что я пью витамины, друзья. Всем вам советую. Во-первых, я стала намного себя чувствовать лучше, бодрее, потому что я очень быстро уставала. Вот знаете, проснулся 2-3 часа, и ты уже чувствуешь себя, как выжатали, мол. Но сейчас с каждым денем все лучше, лучше и лучше. Потому что я так понимаю, что витамины – это, знаете, такой накопительный эффект. Ссылку на Ленин тот ролик про витамины, она там показывала тоже, рассказывала. Кому интересно, я ссылку оставлю в описании. Переходите на этот ролик, да и вообще подпишитесь на Лену. У нее очень интересный такой, знаете, она… Я смеюсь, что Лена, ты как елка, честно. Немецкая женщина-винтаж елка. Потому что она очень любит украшения. Благодаря, кстати, ей я для себя открыла в украшениях несколько имен французских. Это Эдуарда Рамбо и Кристиан Лукруа. Я прямо очень много накупила от них украшений. Эти украшения довольно сложно покупать, потому что они дорогие. Реально дорогие. И чтобы купить за недорого, тебе надо очень постараться. Ну вот я постаралась. У меня сейчас еще из Франции идут украшения. Именно от этих двух дизайнеров. И вот Лена тоже меня подсадила на этих… Да, она много на что меня подсадила, особенно в украшениях. Ну и также на витамины. Поэтому очень позитивно. Обязательно переходите на этот ролик. Посмотрите, если кому интересно про витамины. Ну и также, если кому интересно про жизнь в Германии, про бижутерию очень красивую. В общем, переходите. Ну вот уже почти готово. Наливаю сливки. Сейчас потушится в сливках. Я подумала, все-таки не буду томатную пасту добавлять. Наверное, нет. Будет вот так в сливках. Сыр я уже натерла. Я использовала вот голландский. Но он, знаете, мягкий. Я забыла совсем, что надо в это блюдо сыр твердый. Ну, у меня не было твердого, поэтому мягкий. Но ничего. Вот такое количество сыра. Ну, что? Вот такой красавчик. Очередная вам порция красоты и милоты. Ой, хороший, хороший мальчик. Уже дедушка. Да, ты уже не мальчик. Ты уже дедушка. Красавчик, да? Красивый дедушка. Вот такой, да. Все. Посмотрите, какая красота. Сыр, он дал такую пикантность. Немножечко, он же соленый. Он отдал немножечко соли, пикантности своей. И вот этот соус, как бы, да, сливочный, он сделал более густым. Очень красиво. Не могу наглядеться. Все, я выключаю. Всем приятного аппетита, друзья. Сейчас надо, пока уже приготовилась, покушать, покрасить волосы. Сначала буду осветляться. Уже много раз показывала. Но люди на канале прибавляются. Поэтому покажу очередной раз. Опять-таки, если кому интересно, чем я пользуюсь, то на канале есть ролик. Мне кажется, он есть в описании под любым роликом. По-моему, да. Так что, если вам интересно, чем я пользуюсь. Ну, вот пользуюсь я такими средствами. Это перекись. Я пользуюсь девятипроцентной. И это... Это такой, знаете, осветлитель волоса. Снятие... Он считается снять, как снимает цвет. Цвет. Неважно, это будет краска или свой цвет. Это такая, знаете, нетональная. Краска. Я на свои короткие очень волосы... Две пачки. Здесь 30 грамм. Мне хватает на три раза. Да, на три раза. А вот здесь реагент 60 грамм. Я использую каждый раз целую вот баночку. Что хочу сказать, что уже волосы-то у меня растут как бы достаточно быстро. Я часто раз в три недели, я... Раз в три, раз в четыре недели я хожу в парикмахерскую. Но от постоянного использования вот этого реагента, да, у меня волосы уже не воспринимают именно белый цвет, не становятся белыми. Сейчас они уже довольно желтые. Вот я так... Значит, я отрезаю. Насыпаю. У меня есть вот такая пиалочка. Насыпаю в нее чуть больше половины пачечки. Это такой, знаете, голубой порошочек. Закрываю. Пришапка. И вот так будет на следующий раз. Ну и, конечно же, выливаю перекись. Получается кашица. Голубая кашица. Сейчас я нанесу и оставляю на 50 минут. Анжела, это моя мастер-парикмахер, говорит, что надо обязательно оставлять на 50 минут и стараться не выходить, не открывать окна. Это обязательно. Чтобы не было перепады температуры. Так, ну ладно. Будем красить. В принципе, на такие короткие волосы самому ничего сложного нет. Именно самому красить волосы. Не только их обесцвечивать, но и красить. Аминь. 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 Смел в течение дня. И... Аминь. 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 Уже 50 минут. Чуть больше. Я уже пообедала. Очень, кстати, вкусно получилось. И на первый взгляд, выглядевшее большое количество грибов, оно в итоге, как-то знаете, распределилось. и очень даже хорошо вот посмотрите пожалуйста это я обесцветила волосы и они немножечко желтые сейчас так как они мокрые они выглядят как белые но вообще не когда высохнут они будут желтый так вот у меня есть три варианта как с этим справиться меня есть вот такой шампунь это даже ну да скорее всего это как шампунь оттеночный я вам его уже показывала когда-то в ролике где рассказывала про как я крашу волосы чем он фиолетовый и он просто делает то есть вот после покраски на уже вот такие волосы вымыты ты его просто наносишь и он делает волосы белым у меня есть вот такой оттеночный бальзам последний раз когда я была предпоследний у анжелы она мне его дала этот оттеночный бальзам он немножечко делает как розовым но именно этот бальзам как мне сказала анжела он чисто вот одноразовый ему попользовался я кстати им пользовалась прошлый раз неделю назад или две я минут десять держала его как анжела сказала и появилась такой легкий розовый цвет и у меня здесь еще есть вот целый мешок так вот здесь два вида краски не знаю где где-то скорее всего там большой такой знаете инструкция большая потому что эту краску нужно использовать чисто по инструкции идет именно однопроцентный к этой краске 1076 и 965 эти два цвета надо делать строго по инструкции тогда будет такой цвет как ты хочешь он где-то вот такой бежевато розовый вот не знаю где инструкции надо там посмотреть 9 мешок лежал еще у меня дилемма но я все-таки наверное искать эту инструкцию я как-то знаете один раз вот этим покрасила цветом мне не очень понравилось и один раз вот этим тоже я думаю что я использую вот этот им очень просто взял намазал волосы и 10 минут ты держишь если хочешь немножечко чтобы был оттенок вот я пока сделала решила вам показать как это выглядит видите да он такой фиолетовый я его нанесла немножечко смочила волосы его немножко совсем нужно ну по крайней мере на мою длину я думаю что вам видно да немножечко то есть просто оттенок получился именно оттенок волос то есть он был не желтым конечно но и не белым сейчас он вот такой как немножко фиолетовый раз и опять увалился до хороший вот он все время видеться так вот рядышком пытается то ли он уже такой старенький что ему все время хочется чтобы вы углазили я не знаю он не был такой ласково еще ну скажем там год назад нет был конечно но не настолько когда он прямо вот рядом рядом все время ну ну что ну да конечно животик конечно наш животик вот так вечерами он приходит ко мне ложится типа мол гладь меня хозяйка этот телефон я очень долго ждала объясню еще раз почему я именно его хотела потому что за последнее время очень много прибавляется новых зрителей по словам огромное и кто-то был не в курсе из новых зрителей что я купила декабре месяце iphone pro max 13 это самый такой знаете уже крутой к нему я купила вы поняли я не знаю как он называется почему я купила именно его он достаточно дорогой я купила его теле 2 это у нас телефонная мобильная связь у нас три оператора в латвии теле 2 и биты я очень много лет в оператора теле 2 я свой десятый тоже покупала и до этого телефоны все телефоны простите я покупала теле 2 по на два года то есть ты у тебя ты являешься клиентом телефонного как бы да и тебе предлагается телефон на так определенных условиях вот я все телефоны покупала на два года в основном вот этот я купила на три года потому что на два года очень дорого в месяц получается сейчас я буду платить по 60 евро месяц за вот этот телефон и почему именно он потому что только в этом телефоне только в этом телефоне есть кинематографическая функция а так как я блогер и за все четыре года которые я снимаю уже больше четырех лет скоро четыре с половиной наверное будет я снимаюсь только на телефон у меня нет никаких кощем только на телефон и монтирую я свои ролики только в телефоне на аймове потому что у меня айфон в прошлом году я купила макбук специально тоже чтобы монтировать ролики но его я купила в основном для работы ну и также у меня как бы уже телевизора у меня нет мой ноутбук к тому моменту уже может сказать приказал долго жить так вот я купила этот айфон 13 про макс вместо камер вместо стабилизатора вместо петлички у меня этого никогда не было вот мой телефон и все и вот этот телефон про макс 13 он как мини студия и я купила его поехала оформила его в декабре месяце перед рождеством и вот он до сих пор видится закрытый как я уже говорила я сразу когда покупаю такие вот я их сразу не открываю он должен полежать настояться так скажем и вот когда у меня уже душа лежит к тому чтобы открыть и начинать знакомиться вот с такими меня и макбук неделю лежал полностью запечатаны но так как я все никак не могла его открыть мне все страшно просто страшно это ведь надо сразу начинать на него снимать ну в общем вот давайте мы его откроем торжественный момент он какой-то знаете неинтересный торжественный момент давайте откроем вот так открывается так я очень много смотрела обзоров как же он открывается открывается очень просто вау да обязательно обязательно исторический момент я смотрела по обзорам что он очень тяжелый на самом деле мне он совсем не тяжелый у него даже видно видите десятый на который я снимаю три года уже больше трех лет я уже выплатила за него тоже на два года брала десятый xr вот этот телефон на который я снимаю он мне очень нравится все идеально в нем и почему я это говорила ну я не буду переставлять карточку в этот телефон он будет у меня пока просто как камера снимать его связать я свяжу с макбуком и этим айфоном и так же в общем он у меня будет пока камеры как камеры а общаться и я у меня вполне устраивает мой десятый xr в общем вот так друзья значит здесь только провод только провод все я наверное с вами попрощаюсь возможно чуть позже я сейчас уже его включу его наверно надо подзарядить у меня нет пока смотрите какая камера у меня нет пока на него обложки было купить кожаный я хочу кожаный потому что кожаный но к рукам совсем без обложки он слишком скользкий я боюсь его уронить и вот так если снимать но в принципе ничего так знаете то есть можно держать я думала будет хуже и моей руки вот если так ну да знаете вот здесь уже в этом углу немножечко не достаю то есть тогда все равно надо будет второй рукой брать ну да ничего самое главное что можно вот так брать и снимать куку сейчас я его подзаряжем поставлю их соединяться с десяткой у нас уже смеркается время пятый час так что влог сегодня будет очень длинный я не буду его делить на части хотя можно было бы потому что в лоб будет очень длинный не так долго не так много хотелось вам рассказать показать что ну ладно в общем я сейчас их стихо и не зируем и потом вам покажу